Азербайджан и Израиль – стратегические партнеры. Страны, связанные с сотрудничеством в самых разных областях. Помимо этого, оба государства поднимают на международной площадке вопросы безопасности в регионе. Среди них – борьба с героизацией фашизма в Армении. Речь, в частности, о Гарегине Нждэ – нацистском генерале, воевавшем против советской армии. Среди его жертв – представители разных наций и народов, в том числе азербайджанцы и евреи. – Подробнее об этом мы поговорим с израильским экспертом в области международных отношений Арье Гутам. Добро пожаловать к нам в студию. – Спасибо. Азербайджан наряду с Израилем ведет активную борьбу с международным терроризмом и антисемитизмом в Армении. Эта тема не раз поднималась. Мы знаем последний случай в российском Армавире, когда депутат городской думы закрасил памятную доску Гарегину Нждэ нацистскому приспешнику черной краской. Как вы думаете, дело сдвинулось с места или на этом все и закончится? – Я думаю, что эту политику нужно продолжать. В данном случае это то, что совсем недавно во время саммита религиозных лидеров президент Азербайджана встречался с Авраамом Купером, представителем фонда Визенталя, который ведет борьбу с антисемитизмом. И там было откровенно заявлено со стороны президента Азербайджана, что мы очень хотим, чтобы еврейская община в мире поддержала нас. В данном случае я могу сказать, что со своей стороны и с точки зрения всей нашей команды, которая есть сегодня в Израиле, мы стараемся доносить эту настоящую правду, которую доносит президент Азербайджан. Недавно в газете «Джерусалимпост» я написал статьи, где было явно и четко подчеркнуто, что азербайджанский президент Ильхам Алиев является фактически единственным президентом на постсоветском пространстве, на территории всей Восточной Европы, который поднимает вопрос героизации фашизма в Армении. И на самом деле данное заявление – это прежде всего дань уважения и особого отношения к еврейскому народу. К сожалению, мы сегодня видим в мире огромный факт антисемитизма, тяжелая жизнь еврейской общины за рубежом. И реально Азербайджан является тем образцом толерантности, мультикультурализма, которая проводится на государственном уровне. И в то же время это не дань моде, это государственная политика, это образ жизни страны. Вы знаете, что Израиль ведет активную борьбу с героизацией фашизма в Армении. Было несколько заявлений Министерства основного дела Израиля по этому поводу. Поэтому тот факт, что сегодня Гараген Жде, фашистский генерал, фактически поборник фашизма, человек, который не просто дружил с Гитлером, а уничтожал евреев. Есть факты, это не то, что Ари Гуд говорит, это документальные факты, зарегистрированные, что он убивал и уничтожал более 20 тысяч евреев. Армянский легион в его главе убивал евреев. И 20 тысяч евреев было уничтожено с его стороны, лично с его стороны. Было уничтожено в Крыму, Севастополе, Феодосии. И сегодня, когда премьер-министр Армении Пашинян говорит о том, что Солженицын тоже был во Владимирской тюрьме, сравнивать одного из известных советских диссидентов, которого приветствовали на Западе, с Жде, это просто о какой справедливости этого режима можно говорить сегодня. И при всем при этом, сегодня они говорят, что они хотят открыть посольство в Израиле, они хотят наладить сотрудничество. Понимаете, сколько бы мы этот вопрос не застравили, я всегда говорю, что наши отношения между Азербайджаном и Израилем, они на самом высоком уровне. Эти отношения только на политическом и экономическом базисе. Прежде всего, у нас есть очень важный человеческий базис. Говоря о ситуации в Армавире, одно дело понятно, памятник поставили на территории Армении, в Ереване, героизируют своих псевдогероев, ладно. На территории России, в Армавире, установлена памятная доска Гарегин-Унждэ, на территории армянского храма. Территория храма, но храм, опять же, находится на территории России. Тем самым армяне что демонстрируют? Что они делают, что хотят? К сожалению, они работают, они работают. Надо это признать, не будем это отрицать. Они работают очень последовательно. И это все продвигает. Конечно же, здесь, конечно же, и у нас, и у азербайджанской стороны, и у израильской стороны, есть очень много точек соприкосновений, где мы можем поддерживать друг друга. Потому что проблема Гарагина-Унждэ, это не только проблема Азербайджана, и не только проблема Израиля. Это мировая проблема. Потому что, ну тогда давайте, если они сегодня готовы ставить памятник Гарагину-Унждэ в Ереване, я об этом писал в израильской прессе, что раз они готовы поставить ему памятник, так пусть и Гитлеру поставят памятник. Какая для меня лично, для человека, которого потерял более 40 членов своей семьи в Украине, когда мой дедушка потерял всю семью во время Холокоста, для меня это одинаково, поставить памятник Гитлеру и поставить памятник Мюнждэ. Лично для меня это абсолютно то же самое. Это абсолютно аморальная позиция со стороны руководства Армении. Хотя в свое время азербайджанское руководство рассчитывало на то, что этот памятник поставил режим Сарктиана. Пришло так называемое демократическое руководство Армении. Может этот памятник снесут. К сожалению, лично для меня и режим Сарктиана, и режим Пашиняна, это сегодня видели президента Азербайджана, что реально сегодня они совершенно один и тот же режим. Просто был вопрос захвата власти. Ничего другого. Кроме этого, в Армении заявили о том, посольство Армении в России распространило заявление, что это ухудшит межнациональные отношения между русскими и армянами, ситуация в Армавире. Кроме этого, они провели акцию протеста. Как вы думаете, дальнейший ход событий в этой ситуации? Как будет разворачиваться ситуация? Я думаю, что с моей точки зрения нам нужно, то есть когда я говорю нам, это и Азербайджану, и израильской стороне, в этом нужно проводить очень много совместных действий, совместных конференций. Очень важно в этом смысле объединять наши усилия и реально бороться с фашизмом. Потому что героизация фашизма в Армении – это позор, и я бы сказал, катастрофа для современного общества. Вместо того, чтобы мы пропагандировали, распространяли правильные мысли о толерантности, мультикультурализме. В этом смысле самый большой пример – это памятник Альберту Агаронову. Я всегда об этом говорю. Вот самый простой пример. В Армении ставят памятник Гарагену Нжде, пособнику фашизма, армянскому фашистскому генералу. С другой стороны, мы видим Азербайджан. Эти памятники не ставят фашистам, а ставят настоящим героям. Таким, как Альберт Агаронов, который, являясь представителем еврейской национальности, он сын Азербайджана. Лично для меня он сын Азербайджана и Израиля. Он сын еврейского азербайджанского народа. Я помню, несколько месяцев назад один из бывших послов Израиля в Баку мне сказал, что мы фактически в Израиле не помним всех своих героев. А как получается, что в Азербайджане так помнят Альберта Агаронову? Так что такая ситуация странная, но с другой стороны, эта ситуация реально показывает, что такое сегодня современная республика Армения и что такое современный Азербайджан. Спасибо вам большое. Будем надеяться, что вопрос НЖД не будет носить временный характер, и проблема в скором времени решится. Мы очень надеемся. Спасибо вам. Героизации фашизма нет места на постсоветском пространстве. Эту тему в рамках программы «Итоги недели» мы обсуждали с израильским экспертом в области международных отношений Арье Гутом. И, как стало известно, демонтаж мемориальной доски Гарегины Унждена территории армянской церкви в Армавире уже произведен. Таков ответ настоятеля церкви на письмо заместителя главы муниципального образования города Армавир. Тем самым в России ясно дали понять – память миллионов погибших во время Второй мировой войны необходимо уважать.